вы слушаете детектор криптовалют так всем привет сегодня будет слегка сумбурный выпуск где будет гость это один из создателей портала happy coin алексей а говорить будем о всем подряд от того почему сейчас такой рост до бинанса а вначале будет одна интересная но на мой взгляд противоречивая мысль в общем вот такой момент о том что западный и восточный мир между собой пока еще только налаживать скажем так блокчейн связи партнерство и все остальное принципе им для становления блокчейн технологии как таковой они занимаются по комиссии локально в своих своих странах слушай но это же это же понятно что вот прям такой глобализации глобализации тут пока не предвидится с учетом того что все доверяют своим условно ну да да свои доверяют только своим единство кому доверяют все это только биткойн хотя смотри есть проекты которые вот развиваются доложивают экосистему внутри твоего региона но они если это проекты со своим блокчейном и они пытаются запустить ну они берут партнеры или на свой блокчейн пытаются выпустить проекты уже из другой экосистемы то есть если это например западный то они пытаются вытянуть какой-то проект на себя со стороны азиатов если это азиатский проект тогда они тянут проекты из европы под свое крыло для того чтобы как бы хитросплетение такое сделать чтобы связи постепенно постепенно укреплялись понятное дело что но это будет очень долгий процесс два месяца вывозить два месяца то карбюратор менять то надув увеличивать то еще что нибудь скучно и мы все время будем наблюдать эти ошибки решение этих ошибок которая как на инвесторов инвестор в принципе он не должен заглядывать в компьютер каждый каждый день и смотреть на он должен был изначально прочитать осмыслить инвестировать свои деньги то что он считает что это прибыльно будет и как минимум забыть на 5 10 но это если такой инвестор если а если инвестировать 100 долларов то да ты согласен будешь за ними носить по экрану компьютера каждый день по биткоину вчера мы увидели 4000 чего вдруг ну смотри закончился китайский новый год после китайского нового года неделю где-то разъезжают по гостям все они не занимаются вот этим всем не смотрят особо свои там сводки какие-то они там гулять теперь вот 18 19 20 числа не все вернулись хватит гулять и включились в работу то есть их бьют по голове говорят давайте надо работать надо делать деньги и все включаются в работу соответственно начинается какой-то процесс процесса движения денег а в ту или иную сторону но в этот раз пошло еще вчера даже у нас на канале выскакивала выпустилась статья о том что битман потерял пятьсот миллионов но при этом он выпускает асика с новым чипом вот тебе еще один толчок к росту потому что битман ну как-никак является у нас с тем монополистом лидеры монополиста по большому счету он он задает то они выпустили свои асики но у них прошлая годовая прибыль в минусе им надо вливать свои средства для того чтобы но они начнут подымать рынок подымать рынок ливанием денег курс пойдет вверх и они анонсируют асики чтобы покупали их продукцию продукцию до определенного момента они могут компенсировать тем что они свой битеж который у них есть они его будут сливать они его постепенно но они его догонят до определенного момента будут сливать чтобы компенсировать прошлогодние убытки выводя их фиат или переводя в биткоины но неважно что но лишь бы сделать сделку в плюс вот тебе вторая предпосылка третья предпосылка тому что все таки мы еще в нисходящем тренде и это все по большому счету хитро мудрый план и нас заманивает бывалых то уже сильно не заманишь или инвесторов которые сказали то мы работаем по системе ходал и нам по барабану что нам будет происходить те кто новички или тех кто в очередной раз хотят нажиться им дают ну не хотите покупать сейчас по 3 боитесь мы вас заведем в биток по 5 когда люди увидят 5 причем стремительные 5 я вчера смотрел динамику с 3 380 подняли с 3 380 до 3 980 мы поднялись за 10 дней еще одну тысячу в таком же режиме до конца месяца отыграть рынку вообще никакого труда не составляет можно минутной свечкой все это сделать а потом люди зафиксируют свою прибыль я имею ввиду большие большие и все идет вниз и мы увидим в марте в апреле обещанные 2000 кто там обещал нам все увидеть новое дно вот мы его должны увидеть там уже будет панические продажи будут у всех и у тех кто взял по 5 и у тех кто взял по три с половиной по 900 потому что они подумают что все надежду им дадут а потом будет страх и мы все ждем институционалов они зайдут по приличным деньгам там по две тысячи по две с половиной их биток по две тысячи устроить потому что они пропустили то то движение в мае в мае 17 когда надо было заходить но для них это еще владиковинка им это неинтересно было а теперь им интересно тогда как раз примерно в мае 17 два года назад такая цена и мы начинаем медленный рост стабильный приходим к двадцатому году к цифре тысяч ну давай так возьмем 6 до 8 и оттуда началось это движение в июне мы получили там почти две с половиной три потом она начала идти и и сентябре с трешки мы даже практически не опускать поэтому двадцатый год все говорят по поводу двадцатого года ой ой боюсь и по поводу двадцатого года я боюсь что идут но может быть и кину но опять-таки надо быть готовым к двум случаях уже прошедшим нельзя ты его все равно не вернешь но все равно надо вспоминается а ведь мог бы сделать какая-то все равно будет движуха и она будет однозначно и она будет больше чем сейчас я имею ввиду по цене то есть любая положительная цена выше данной даже в двадцатом году будет о том что мы куда-то движемся а вот 200 тысяч 100 тысяч 50 тысяч понимаешь я согласен может быть мы увидим эту цену но но если на него есть спрос если на него на него нет спроса просто гоняется по биржам то последствием никому не интерес кроме трейдера а нужно действительно какой-то какой-то создавать спрос на него за счет чего спрос смотри вопрос по поводу кардана тут у него небольшой рост был недавно это все в общем тренде это все вписывается в эти рамки он лежал 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 почему он опустился очень сильно 2000 потуши до 1100 сегодняшних потому что в ноябре там были были свои какие-то реформации по поводу того что кардана фундейшн был человек который не совсем хорошо поступил его убрали разрушить это всегда быстро построить это все доме они начинают постепенно постепенно думать о маркетинге вот она была нонс они в апреле в майами будет их не сами я так понимаю что они приурочут это к релизу шейли который выходит и когда будет обновление кошелька тоже будет своего рода фума когда наконец они смогут стейковать будут достаточно сильные закупки потому что это пассивный заработок вот как антолог но его тоже покупали все сентябре он нормально была у него цена потом движение по нему прекратилось потому что многие застейковали свой антологи и он лежал приносил доход но там очень хитро система выхода из стейка там нужно прождать почти месяц ну если прождать месяц вот смотрите стейкинг в антологи состоит из раундов один раунд длится 120 тысяч блоков блок идет от секунды до 30 секунд со среднем раунд где-то не 10 если ты например хочешь застейковать вот идет середина раунда там 60 тысяч блоков осталось до начала следующего раунда ты решил я хочу застейковать ты стейкуешь можешь просто держать на кошельке никуда не стейковая тебе придет и тебе будет начисляться он же книга когда ты стейкуешь его присоединяешь к ноде какой-то по делегированию делаешь то ты получаешь бонус от ноды по концу каждого раунда и если в течение календарного месяца ты не выходил из этого всего ты еще и получаешь бонус от самой фундации антолог ты захотел застейковать ноду положить на середине раунда ты вложишь и она лежит вот эти 60 тысяч блоков оставшись она дошла до начала нового раунда и только тогда она включилась в стейки тебе начисляется стейкинг в течение следующих 120 раундов все желают увидеть подарок от антологи фондейшн в конце месяца и все пытаются удержать его целый месяц тогда когда получается начинают выходить а выходить тоже ты захотел выйти ты нажала скину тоже на середине раунда тебе нужно дождаться ты дожидаешься середины раунда до начала нового раунда и потом весь новый раунд они еще находятся залоченные а потом только тебе грубо говоря для того чтобы выйти из стейкинга из стейкинга в антологи нужно прождать как минимум два раунда там надо подгадывать просто по блокам тогда ты можешь красиво выходить но не получится так что цена растет а ты в этот момент можешь свободно выйти тебе не дадут так это сделать они сделали очень хитро человек не может жестко сливать монету и жестом пить и поэтому он же его последний рост связан только с тем что финанс начал его торговать он его начислял но он им не торговал так это одна из ведущих бишь его начисляют мной и агекс и битхам и куккоин начисляет и бинас начисляют торговать финанс открылся потому что бибокс пока не удовлетворяем он не давал тех объемов где можно разогнать как тебе идея бинас восстановить еще вот по своим проект лаунчпад который знаешь запускать проекта всего подвиги до бинанса говорить о том что это является какой-то гарантией нет что-то такое может она стрельнет ну то есть та же самая беда просто подвиги до бинаса но бинас не несет ответственность за он он просто дает как бы площадку и возможность на своей платформе делать айси о он там возможно какие-то средства сета получает маркетинг какой-то проводит а сейчас особо не надо пришел начальнику начальника давай сделаем сделаем это денег да вот как джастин джастин солнышко пришел джоу это запускаем да давай попробуем запустили лупанул теперь бит торрент я только осмотрю то битрикс бит хамп его быстренько подхватывать потому что у биржи бирже нужно ликвидность и они только увидел что творилось на 12 там летела все как это они то слышишь и мы тоже хотим такого и они быстренько добавляют 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 он ничего нормально не делал торрент я и так сейчас могу торренты качать без их трона посмотрел я на ю тубе интервью с каким-то директором и тити да ну убит торрента там русскоговорящий оказался и в принципе он говорит о том что вот эту всю аудиторию которая пользуется там разными продуктами с общим названием торрент то есть если эту всю аудиторию привлечь чтобы она хоть в какой-то мере пользовалась вот монетой технологии опять-таки туда же сделать то это вот на самом деле одно из самых больших сообществ которые есть подождите заставить пользоваться скачкой торрента эта задача уже не заставить а именно внедрить туда блокчейн и ну внедрить туда блокчейн это одно как решить вопрос монеты за счет чего подписки покупать купите нашу монету и за эту монету вы получите там годовую подписку на том что вы сможете скачивать торрент без ограничений или как или там вам будет только доступно 10 гигабайт скачивания люди им это не интересно потому что сейчас они это делать в неограниченном количестве они не платят за это они не платят да зачем им идти в какие-то подписки там годовые что это им даст это даст им то что они ни разу не скачают какой-то зараженный файл он будет постоянно проверен нет 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 они этого не говорят они грубо говоря сервис который предоставляет услугу понимаешь эта компания ввиду своей децентрализации то есть она не может контролировать что находится в файле грубо говоря ты записал какое-то видео home видео да я не буду сейчас выражаться назвал его фильм там титаник у тебя могут его грубо говоря скачать ну купить то есть компания не отвечает за это ну вот а чего вдруг какая должна быть позиция если сейчас всех все устраивает при турне там же перед покупкой я так понимаю у нее были проблемы торрента там были минуса люди пользуются то есть программу скачать можно бесплатно версии какие-то продвинутые да нужно за них платить но вообще программа скачивается сама торрента бесплатно скачал ее скачать дальше все что хочешь с этого торрента ну да какая прибыль у компании никакая кроме как заманить людей на какие-то там плюшки на плюшки особо никого не заманишь потому что я так считаю что люди которые имеют возможность что-то приобрести не вообще пойдут купят лицензионную программу тут есть два выхода ли люди просто не будут за это платить виду своей там убежденности что за это нельзя платить в снг например да тут таких много либо люди просто с деньгами и они пойдут и купить спокойно купить лицензионную версию аджастин наш великий маркетолог и он решил что бит торрент он покажет всему миру как он с кемосом снег продает ну то есть воздух продать это это может быть и вершина мастерства но далеко ж не все дебилы сидят и смотрят на это все и думать так сейчас накупим ваша бит торрента это реально спекулятивный актив реально на нем будут зарабатывать плески будут подогревать разбрасывать его ну то есть создала для выжимки денег на бирже как на меня смотрим посмотрим посмотрим ну как на меня на данный момент эта идея вообще не для бит торрента и не вообще не для понимания что такое скачивать за день какие-то за токены внедрение блокчейна люди без этого качали и качают нормально ну хорошо лёш спасибо за мнение